Здравствуйте всем! Привет, шальной народ! Retrieva Pictures представляет. Вот, пожалуйста, ленгенда советского желания. Легендарная, Ява 638-103, в народе называемая как люкс. Вот, пожалуйста, полная реставрация. Полная. Сегодня 8 сентября, время 12 часов. Вот, надо что-то заснять. Эта Ява принадлежит Сергею из Вологды. Вот его номер даже видно этого мотоцикла. Ну вот, есть. Ну вот, а теперь я попытаюсь немножко рассказать об истории этого мотоцикла. Ну привезли мне его в очень плачевном состоянии, довольно плачевном. Такой был изрядно потрепанный, но визуальный вид такой вроде как более-менее не убитый, но было там кое-что. Но мотор был в хлам, трансмиссия в хлам. Ну все поднято, все перекрашено, все пескоструено, грунтово накрашено. Новая краска, черный цвет, красный. Красный цвет я немножко изменил, но очень не хотелось мне эту морковку. Я немножко потемнее заказывал краску, немножко потемнее. Но в принципе смотрится хорошо даже очень. Но на этом мотоцикле использован абсолютно весь хром новый. Колеса, допустим. Ну вот тут видно колеса, диски, даже вот эти вот все тяги, коромысла. Вот это вот все захромировано. Ну гаечки все декоративные, как обычно. Вот дуги хромовые тоже. Дуги хромовые, все глушители, колени, все новый хром. Ну вот я покупал только эти педали задние и передние, но я их покупал новыми, но они цинкованные. Но я цинк уже новый, цинк как бы не стал перехромировать. Так я его установил. Ну а в основном все вот эти вот маленькие детали, вот рычаг на тормоз, вот этот все вот, все перехромировано. Задняя дуга, но она уже была хромированная, но такое хромое состояние. Вот поворотники кронштейна, это тоже все перехромировано. Вот такой вот получился. Стаканы. Стаканы не по модели. Здесь должны стоять стаканы на заднем оптимизаторе пластмассовое, но вот я все-таки пожелал желание поставить хром, потому что совсем другой вид. Хромированные стаканы, совсем другой вид. Что еще не по модели? По модели у нас не по модели сигнал. Я отказался от стандартного сигнала, потому что он никуда не годится. Поставил с обычной 12-вольтовой сигнал, с хромовой решеткой. Ну вот такая вот моделька у меня получилась. Два месяца я колдовал тут над этой люксой, но вот получилось просто обалдеть. Первые три сотни уже проехал. Бегает хорошо, действительно хорошо. Вот фара осталась родная. Тут такая маленькая трещинка, но я даже не стал ее менять, она практически не видна, потому что это охранная числовацкая фара. Я всего лишь съемный отбойник снял, световой отбойник. Тут такой в середине железный световой отбойник. Я его снял, потому что установлена галогеновая лампа. Тогда этот отбойник надо снимать, иначе он там портит картинку, когда горит дальний свет. Ну, стекло установил, стекло самодельное. Я заказывал в Риге специально. Ну, смотрится неплохо. Я его называю, таким, как чопорный ноготок. Коготь. Ноготок. Ну, такое стекло. Зеркала. Вот ручки. В сцеплении тормоз полировано. Все шлифовано, полировано. Все гайки. Вот видно. Все гайки абсолютно все декоративные. Ну, вот новая ручка газовая. Тоже брал. Но это, я так понимаю, от сороковой модели. Вот тут немножко выключатель другой. И вот это значение этого выключателя я даже не знаю. Вот он у меня просто на воздухе висит. Потому что у люксы здесь выключателя не было. Был здесь выключатель, вот такой, как здесь, как на поворотниках. Но сейчас они идут вот такие. Это работает. Стопник работает. Все. Вот этот выключатель я даже не знаю. Могу предположить, может быть, дополнительную фару можно добавить. Ну, зеркало новое. Понятно. Панелька. Спидометр. Спидометр тоже все реставрировано. Скидовано по ноль. Ну, вот уже наезжено 328 километров. Все крашено. Наклеечки. Все как положено, заводено. Все. Ну, вот эта панелька стандартная. Тут это стандартная. Ну, вот такой из последних у меня получился. Ява 638 люкс из Вологды. Ну, сильный мотоцикл. Ну, крышки полированные. Тут сраховина. И зажигание, и масляное. Все полировано. Карбюратор. Карбюратор даже вот это вот крепление и то хромированное. Ну, вот я все, что мог захромировать, я захромировал. Ну, вот натяжение цепи хромированное. Оси хромированные. Ну, все так. По-сильному, как говорится. По-сильному. Ну, на ворот. На ворот. Здесь я установил, на траверсе установил конусные подшипники. Конструкция позволяет. Установил конусные подшипники. Это значит, что говорит. Это говорит, что этот узел практически не убиваем. Конусные подшипники это сильно. Поменял проводку. Делал самодельную проводку. Вывел ее с правой стороны. Просто там с левой стороны мне не нравится. Там замок все это трется. Гнется, ломается, трется там. Ну, не нравится мне. Я вывел одним бундалем. Переделал электросхему. Электросхема мне тоже не нравится. Я ее немножко переделываю. И все. С правой стороны у меня вышел один кабель. А с левой стороны не выходит ничего, абсолютно. Только трос лягушки вот рост лягушки и все больше ничего нет здесь вместо конусные подшипники ну так хорошая вещь вилка передняя но вилка передняя полностью разбиралась в штоки выпрямлялись полировались установил два сальника позволяет два сальника но не заводские заводские сальники они высокие высокие потому два сальника установить нельзя если брать аналог по размеру аналог по размеру они как правило почти наполовину тоньше и можно загнать сюда два сальника но второй сальник не до конца заходит так чуть-чуть выпирает но помещается барабаны полированные колеса все спецованные по три подшипника установлено в колесо и спереди и сзади колодки новые но здесь петелька для тормоза но ее надо пришивать просто стяжками пришиваете две стяжки мне здесь есть чтобы она не бегала бы а то еще и вообще где-то вот она падает и здесь вот болтается все время ее пришиваешь и все нормально дуги с тросы все новые ну ну все тут все новое тросы и дуги в электронное зажигание установлено по мотору мотор значит ну тоже полная реставрация вот кик новый здесь вот установлено карбюраторе как правило я всегда добавляю втулку с кантиком чтобы зажать можно было вот фильтр новый тут такой вот фильтр тоже бензиновый но его надо ставить всегда сеточный бумажные фильтры сюда не годятся они забиваются маслом и пропадает эта самоспособность протекания вот боковой упор тоже вот ставится такая резинка чтобы не била баб глушитель по мотору но мотор полностью реставрирована новые шатуны стоят обе цапы поменены на коленвале только середине средняя цапа вроде оставалась целая цилиндры шлифованы на 6 соток но я так понял что 6 соток это тоже много на холодную все-таки он немножко громкий этот двигатель вот буду следующий двигатель точить на 4 сотки потому как я слышал у одного приятеля из брянска у ивана у него была расточена на 4 сотки но это двигатель можно было слушать без остановки абсолютно не гремел абсолютно только вот шелест и все ну вот коленвал значит здесь шатуны заводские стоят яоски 20 и но ведь не звездки а тайвандские завод шатуны не выпускает он их только устанавливает он столько устанавливают которые вот заказывает именно в тайване там вот йога или цкр но здесь цкр стоят от балансированные шатуны от был рассеянные поршня но все подобное подшипники японские кои абсолютно все и так но по солидному коробка по коробке но Ну, коробка почти вся родная, почти, за исключением четвёртой передачи шестерни, третья, четвёртая. Туда я установил Чехословатскую шестерню, она немножко усилена, вот именно на третью, четвёртую передачу. Новую кулису поставил, оську, обе вилочки поменял, литые обе поставил. Ну, остальные там, все шестерни и оси были как бы целые. Ну, просто отшайбовал, отшлифовал, всё поставил. Коленвал тоже отшайбовал, поставил всё, отказался с правой стороны от втулки, что идёт под якорем. Там просто поставленный простой 205-й сальник, как на еже. И всё, я отказался от втулки. Технология позволяет, всё это можно сделать. Сцепление я втёхнул сюда, тридцать четвёртая, отказался от тридцать восьмого. Новая цепь стоит. Что там ещё было, я уже не помню. Внутри вроде, так, полуось, кика, кика, звезда, кика, вроде бы. А, нет, это всё родное осталось, кик, сам ось кика. Родная, да, переключатель с собачками. А на переключатель я поменял саму ось. Был большой износ со стороны полуавтомата. Там в блоке, с той стороны был очень большой износ, и возик очень сильно гуляло. Ну вот, полуавтомат тоже стоит реставрированный, все кишки заменены абсолютно все, там только корпус остался от полуавтомата. Всё там, поршень поменен, вилка поменена, ось поменена, ну всё там подогнано. Ведущая звезда стоит на 17, цепь новая. Ну вот такой вот тросы, всё, заднее колесо, диск новый, барабан полированный. Задняя звезда на 52 стоит, тоже новая, всё, по три подшипника в колесо и спереди, и сзади. Вот такие вот. Ну, здесь вот резинка добавлена специально. Надо тут вот на внутреннем щитке добавлять резинку, чтобы грязь из-под колеса не летела на мотор. Это болезнь. Ну вот нижняя подножка, здесь тоже подушки добавлены, там может быть вот видно. Подушки добавлены, когда опускается подножка, она подушками упирается в раму. Не вот этого стука. Ну вот, фонарь остался родной. Я только стекло поменял, тоже пользованное ставил. Его на стекло было побито, тут снизу всё. Ну, я как бы пользованное поставил, более-менее живое. Ну, вот резиночки, сзади резинка. Тут пластина под номер, нержавейка полированная. С этой стороны вот видно, что она полированная. Тут усилитель стоит на крыле. На заднем крыле нужно установить усилитель. Ну, там такая пластина идёт на 90 градусов согнута и скручено всё вместе. Тогда это крыло, оно не гуляет. Это очень большая болезнь. Гуляет крыло, ломается. Ну, задние амортизаторы реставрированы. Кишки новые, там сальники поменены. Ну, всё, ремонт по-полному. По-полному. Задняя вилка, да, тоже реставрирована. Новые кишки, ось новая. Втулки новые, сетка новая. И, значит, добавлена смазка, принудительная смазка. Там всё загнал смазку в середину под давлением, шприцом. Ну, чтобы нормально работало. Так, ну вот, что тут ещё? Ну, вот, боковые резинки на баке. Ну, вот это вот беда. Его на резинке были убиты просто в говно. Я с большим трудом достал пользованные, но покупал как за новые. Ну, такая более-менее живая, пользованная. Ну, потому что, ну, нет вариантов. Нет вариантов. Чехи их не выпускают. Китайские не подходят. Это просто беда с этими резинками боковыми. Седло тоже реставрировано. Всё полностью усилено. Оно усилено. Забито изнутри мочалками. Все эти пустатилости, что внутри есть, у нас всё забивается мочалкой. Боролоном. Слой добавлен, 2 сантиметра ещё. 2 сантиметра слоя. И потом обтянуто. Всё зашито. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Довольно качественно. Ну, вот стекло. Ну, стекло стоит крепко, но очень крепко. Так, солидно. Ну, вот, в общем, этот мотоцикл, народно называемый люкс. Но он сделан как дальнобой. Можно ехать, ехать, ехать. Но сначала обкатать, но на первые полторы тысячи. Коробка включается хорошо, мягко. Скорости шуршат. Хороший мотоцикл, хороший. Ехай и ехай. Можно только позавидовать владельцу от этого мотоцикла. Ну, хороший мотоцикл, реально. Реставрация такая, что завод просто отдыхает. Реально, просто отдыхает. Просто отдыхает. Ну, вот, тоже вот сцепление. Тоже вот полированные ручки. Всё так, ну, солидно всё. Ну, вот люксал. Ну, это люксал. У меня точно такая же. Точно такая. Вот если поставить рядом, вот были бы близнецы. Разница была бы только в том, что у меня дуги покрашены. Передние и задние дуги покрашены в серый цвет. Ну, как бы положено. Я их покупал чёрными изначально. Я их перекрасил в серый цвет. Ну, тут они вот были хромированные. Я как больше пытался сюда хромов тюхнуть. Ну, вот. Хром. Ну, за неймотизатор хром. Вообще-то смотрится, ну, просто обалдеть. Много хрома – это сильно. Это сильно. Много хрома – это сильно. Ну, вот. Так что я могу сказать Серёге, что пусть он радуется. Этот мотоцикл, скорее всего, сегодня или завтра курьером будет переправляться на Россию. Ну, я думаю, через неделю он уже будет на нём кататься. Ну, вот. Аккумулятор стоит тоже там. Ну, всё. Мотоцикл на ходу. Просто на ходу. Время ещё есть. Можно кататься и кататься. Ещё два месяца можно кататься. Так что я предполагаю, что Серёга, наверное, ещё успеет и обкатать, и, может быть, ещё и на дальняк куда-нибудь съездить. Ну, вот тут вот наклеечка тоже остановлена. Е8. Е8 – это, я так понимаю, наверное, усиление конструкции. Ну, вот, ну, мотор, да, мотор. Ну, на холодную, ну, есть. Это особенность 38-го длительного, на холодную, но немножко такой шумной. Но как нагревается, вообще работает красиво. И, действительно, даже приятно слушать. Ну, вот такая вот красота здесь получилась. Крышечка вот новая, тоже на переднее колесо. Вот эта декоративная тоже новая. Я эту середину всегда выгибаю. У меня есть специальный пресс. Середину выгибаю внаружу, потому что, значит, гнездо подшипника и край, скажем, барабана, они не на одном уровне. Гнездо подшипника немножко выпирает внаружу. И за счёт этого, когда одевается крышка, крышка как бы амортизирует и слазит всё время. Ну, вот эту внутреннюю часть я где-то на пару миллиметров выпрессовываю. У меня есть специальная приспособа. Ну, вот, лампочки. Впереди лампочки стоят LED. Чтобы облегчить аккумулятор и генератор, впереди стоят LED-овские. Сзади я поставил спиральные на поворотнике, где спиральные стоят. Здесь на заднем фонаре полностью LED, и тормозная, и габариты LED. На контрольках, на цветных лампочках там все спиральные, а в спидометре, в тахометре стоят LED-овские. Я бы и на контрольку всунул бы LED-овские, но они сюда не лезут. Там надо дырки сверлить, но это опасно, что можно панель купить, спрутить. Ну, вот, здесь даже на вилке видно, даже вот эти болты у меня захромированные. Вот тут вот хром тоже. Ну, 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 все захромировано. То, что можно было, все маленькие детали я захромировал. Вот если бы я не покупал эти ноги, но можно было еще эти все захромировать. Ну, я их просто купил в магазине, ну, новые сразу. И только потом я уже стал хромировать. Там мне был срочный заказ, быстро, дорого, конечно, но был срочный заказ, быстро все мне сделали. Ну, тут подушечки тоже новые все. Гофры новые, на цепь гофра новая. Но тут по возможности установлено все новое и в основном все заводское, чтобы владелец мог ехать, как говорится, безболезненно. Садить, садись и есть. Ну, тут сначала обкатка. Это тоже не обсуждается. Нужно такую очень уроновешенную обкатку и только потом ехать. Ну, мотоцикл обалдеть получился. Ну, там не люкса точно такая же и точно с такой же покраской. Вот, если поставить рядом, даже стекло такое же стоит. Если поставить рядом, реально было бы два близнеца. Ну, вот номер тоже достал реставрировать. То, что номер был убитый. И вообще черного цвета практически не было. Но тут я вышел из ситуации просто. У нас в Валмире есть художественная школа. Я отнес этот номер художественную школу. Заплатил кое-какой гонорар. И мне номер нарисовали. Белую основу оставили, потому что ее нельзя трогать. Это светоотражающее. А черную от руки кисточкой все сделали. И очень даже неплохо. Глушители новые. Заводские, чешские. Ну, тут просто обалдеть. Просто обалдеть. Ехать и ехать. Так что я радуюсь. Как будто и для себя этот мотоцикл сделал. Во как. Так что, Серега, я вас поздравляю. Ну, что я еще могу сказать. Ну, хороший, действительно, хороший мотоцикл. Хорошо он на дороге держится. Едет. Все. Ну, все самые навороты в нем. Все, что можно сделать. Я, ну, кроме форсирования, скажем, цилиндров, я форсированием не занимаюсь. Ну, вот, после шлифовки, да, единственное, что я обрабатываю, зенкую люки, да. Ну, смотрю там, как каналы подходят, что там немножко подгоняю. Ну, в принципе, это все. То, что я форсировкой не занимаюсь. Здесь вапы стоит на 14 вольт. Все тут, моща 200 ватт. Все, заводи и едь без проблем. И тут еще стоит прикурка. Вот тут я поставил прикурку. Если что, можно что-то подключить, бытовую технику. Телефон, навигация, там. Ну, на любой выбор. Прикурка работает без зажигания. Как и должно быть. Сигналы прикурки работают без зажигания. Напрямую. Ну, вот такая красавица у меня вышла из моих стапелей. Ну, вот. На этом я как бы заканчиваю, закругляюсь. Поздравляю Серегу еще раз. Значит, с возрождением своего мотоцикла. Дана ему вторая жизнь. Ехай и ехай. Радуйся и радуйся. Ну, на этом я как бы закругляюсь. Значит, желаю всего хорошего. Аккуратной езды, уроновешенной. Чтобы бак всегда был полный. Дорога сухая. То, что на таком мотоцикле сейчас в мокрую дорогу ехать совсем не вставляет. В общем, я рад. Так что у нас все происходит. Всем пока. Пишите, звоните. Серега, вам большой привет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Ну, примерно вот так вот работает двигатель Ну, вот на горячую довольно хорошо работает Довольно умеренно, спокойно Так что здесь только надо ехать Я еще забыл добавить Я еще забыл добавить Что на этом двигателе установлена литая опора Подшипники все японские Да, коленал отшайбован Это я уже говорил Значит, с правой стороны Под зажиганием втулки нету Там установлен циальник И отшайбована И вот в этом месте на раме У меня усилена рама Это очень больное место Вот тут видно приварен уголок Вот в этом месте В этом месте надо усиливать Иначе труба гнется Гнется и задница опускается Это очень больное место В принципе, на всех явах Если регулярно кататься вдвоем, втроем Все, задница опускается Ну, вот примерно вот такой расклад По двигателю Ну, рывок такой неплохой Ну, вот со стороны сцепления Немножко погромче Потому что там, как бы, сцепление само Коробка клопочет чуть-чуть Но, коробка сама вообще тихая Так хорошо работает коробка Такой мирный звук Но, в любом случае На горячую двигатель работает просто обалденно Ну, на холодную, но есть какие-то есть Это болезни Ну, вот, Серега Вот ваш новый ребенок Или ваша новая жена В вашем гареме Ява Люкс 638 8 сентября Время уже пол первого примерно Вот она Признанный мотоцикл Мечта каждого Юноши Советского Союза Ява 638 103 Люкс Да, об этом можно было только мечтать Ну, на этом я и заканчиваю До свидания всем Георгий Ретро Ява Пикчерс Ретро Ява Клуб Ведите аккуратно себя на дорогах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова